Статья 7 в совокупности с пунктом 3 статьи 2, то есть свобода отпыток в соответствии с правом на эффективные средства правовой защиты. И это случается нечасто в решениях комитета, когда в отношении Республик Казахстан, например, когда мы говорим, что свобода отпыток нарушается вместе с правом на эффективные средства правовой защиты. И пункт 1 статьи 10 это право на гуманное обращение с заключенными. Уникальность этого дела в том, что, как вы услышали уже, заявитель является инвалидом-колясочником. Он был заключенный, который 8 лет отбыл наказание в виде лишения свободы. И по обвинительному приговору суда в треками, как минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Это документ университета 50-х модифицированности сегодняшних реалий в 2015 году, если не ошибаюсь, и назван как документ под названием «Принципы Паса Нельсона Манделлы». В данном случае нужно сказать, что фабула дела ограничивается тем, что Жаслан был экстрадирован из Российской Федерации 5 января 2009 года. Он выезжал в Россию, потом 8 января они были арестованы, 9 января их перевели в антитеррористический центр в Нальчике. В феврале их вывезли на автобусе, и 5 февраля 2009 года они были переданы сотрудникам ДКНБ по АТРАУ. 7 февраля он был доставлен в ДКНБ Астана, и периодически он подвергался в каждом из мест жестокому обращению. Здесь в дорожной карте вы видели описание, видимо, да? Если не видели, я вкратце скажу по последнему факту, потому что здесь эпизодов много. Так вот, 7 февраля в здании ДКНБ, к чему основные претензии, его повалили на пол, били ногами, руками, водворили в стакан, где он едва не задохнулся, и из-за низкой температуры получил обморожение, из-за ударов на левой ноге открылась гнойная рана, она не заживала очень долго, он лежал на полу, заболел воспалением легких, у него развился остеомелит левого бедра, и его просьбы о медицинской помощи работниками СИЗО были проигнорированы. Далее был задержан его брат в Астане. После 7 февраля уже было возбуждено уголовное дело по статье 233, прим. 2, часть 1. Далее он был переведен в СИЗО 12 города Астаны, 2,5 месяца содержался в камере бункерного типа для приговоренных ПЛС с целью получения признаний, жаловался на пытки во время первого допроса, что отмечается в решении комитета 7 февраля, и спустя 9 месяцев получил ответ следственное управление ДКНБ по городу Астана 20 ноября 2009 года об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках. После 30 ноября 2009 года судом номер 2 Алматинского района он был приговорен, как и его брат, к 8 годам лишения свободы. Приговор остался в силе, отбыл ровно 8 лет лишения свободы. И теперь, что касается результивной части. Здесь 5 пунктов, как я уже сказала, это признан нарушенным право на свободу от пыток, и жестокого обращения с требованием обеспечить эффективное средство правовой защиты, то есть полностью возместить ущерб лицам, права которых нарушены. Заметьте, здесь речь не идет только об одном же слайне Сулейменове, здесь речь идет о также других лицах, которым требуется возмещение ущерба, и права которых нарушены. То есть мы говорим еще и о нарушении прав его брата, родного братишки, поэтому вот здесь нужно обратить внимание на это обстоятельство. Тоже не так много решений, где указывается на нарушение прав других лиц. Второй пункт рекомендации провести оперативное беспристрастное расследование утверждений о пытках и неправомерном обращении. Нужно сказать, как уже было отмечено, 27 марта 2018 года антикоррупционной службой расследования было прекращено, и в этой связи, конечно, на наш взгляд решение не исполнено. Третий пункт предоставить Сулейменову соответствующую компенсацию. Как ранее было сказано, 11 октября 2018 года Есильским районным судом Астаны отказано в удовлетворении требований к Министерству финансов о взыскании компенсации морального вреда 5 миллионов тенге. Далее, что вот интересно, здесь я хочу привлечь ваше внимание к ответу Верховного суда от 16 сентября 2019 года. Об отказе в передаче ходатайства для пересмотра решения суда. Здесь важно предусмотреть гарантии доступа заявителя к рассмотрению все-таки Верховным судом данной жалобы в связи с несогласием на решение по гражданскому делу. Почему? Потому что непередача ходатайства для рассмотрения она представляется как просто отсутствие доступа к вот этой верхней, высшей инстанции судебной. Четвертый пункт рекомендации. Обеспечить Сулейменову надлежащее медико-санитарное обслуживание и помощь с учетом его ограниченных возможностей и состояния здоровья. В том числе, разрешить ему обращаться к частным врачам и медицинским сестрам, которые могут и оказать необходимую поддержку. В целом, это относится к тому периоду, когда он отбывал наказание. Между тем, это только второе. Есть два таких решения. Причем, это единственное решение в отношении Сулейменова о том, что он, являясь инвалидом, не получал надлежащий доступ к медицинской помощи в условиях отбытия наказания. И пятая рекомендация. Применять меры для неповторения аналогичных нарушений в будущем. Здесь следует отметить, что по моему усмотрению здесь по первому пункту рекомендации оценка D, по второму E, по третьему E, по четвертому D и по пятому D. D оценка означает, что сотрудничество с комитетом отсутствует, отчет о процедуре последующих мер после напоминания не получен. Почему я оценила как пункт D? Потому что неоднократные наши запросы в Министерство иностранных дел о том, был ли уведомлен Комитет по правам человека об исполнении государством о принятых мерах, по существу нами ответ не получен. И был дан следующий ответ. Сначала наш запрос был направлен в Генеральную прокуратуру. После этого Генпрокуратура вернула в МИД с тем, чтобы, видимо, какой-то ответ от МИДа получить. В любом случае, вот такой пинг-понг получился. Между тем, нужно отметить, что МИД однозначно дал в ответе нам понять, что в связи с тем, что прокуратура исполняет высший надзор за соблюдением законности и прав человека. Этот орган государственный является тем, который отвечает за исполнение решений. Кроме того, как вы услышали, оценка Е означает, что информация или принятые меры противоречат рекомендации или отражают непринятие этой рекомендации. То есть государство могло предпринять какие-то меры, но они противоречат и имеют результаты, последствия, которые противоречат в целом рекомендации комитета и отражают непринятие этой рекомендации. Поэтому, учитывая, что каких-либо мер для неповторения аналогичных нарушений в будущем не предпринято, но в частности мы говорим, к примеру, о переводе текста решения на государственный язык. Кроме того, что мы уже перевели текст решения на казахский язык и передали в Сенат, теперь уже передали в Верховный суд по рекомендации с прошлой рабочей встречи для размещения текста, нам было отмечено, что парламент, Сенат не обладает такими функциями для проверки на предмет аутентичности. Верховный суд находится на рассмотрении, если я правильно поняла. Устный ответ был, Мадина, если что подскажете. Кроме всего прочего, мы предложили в парламент, направлен был следующий запрос в июне текущего года о том, чтобы государство предприняло меры по совершенствованию законодательства борьбы с пытками. В данном случае речь идет об организованной подготовке такой таблицы с конкретными предложениями, которая была не только в парламент направлена, но и в другие государственные органы, в частности, в Генеральную прокуратуру, в Верховный суд, омбудсману. И нами был получен следующий ответ от Сената парламента о том, что мы рассмотрим эти предложения, но только тогда, когда соответствующий госорган внесет этот законопроект в парламент. То есть государству, оказывается, требуется инициатива, ну, в частности, мы ведем речь о законодательной ветве власти, потому что мы все прекрасно знаем, что у парламента есть, собственно говоря, полномочия к тому, чтобы изменить законодательство для неповторения подобных нарушений, которые отмечены комитетом МПП «Права человека» в решении по делу Сулейменова. Значит, мы говорим о первом факте, о том, что неспособность государства объяснить многочисленные случаи неправомерного обращения. Такая формулировка, она, наверное, единственная из всех 16 решений по делам о пытках в отношении Казахстана. Что это означает? Это означает, что государство не может назвать причиной того, почему представители государства обращаются неправомерно с теми, кто содержится в учреждениях закрытого типа. Второй момент, который существенный, то, что государство не способно провести надлежащее расследование и судебное преследование. При этом вот эти два признака, надлежащее расследование и судебное преследование, их недостаточно как факт сам по себе для того, чтобы восполнить тот ущерб, причиненный жертве пыток. То есть мы не говорим о том, что нужно еще что-то доказывать, чтобы Жаслан был признан жертвой пыток. Это уже сделано, значит, признанными в мире международными экспертами, и это не требует доказывания. Поэтому оно должно приниматься как факт. Об этом свидетельствует опыт развитых стран, пожалуйста, да, их масса, ну, например, даже Аргентина. То есть мы сегодня можем говорить о многом, но такие значимые моменты элементарные, которые вообще обесценивают, обнуляют всю борьбу государства с пытками, если еще этот человек, жертва пыток в суде, должен доказать, что он жертва пыток, который факт уже установлен. То есть посмотрев на текст решения суда по гражданскому делу о компенсации морального вреда, вы сможете убедиться, что здесь есть просто необоснованные, ну, они никак не укладываются в правые рамки и в обязательства государства, которые приняла на себя Республика Казахстан. Поэтому, увидев такой текст решения, я не удивлюсь, что члены комитета против пыток по правам человека будут указывать еще раз и еще раз при очередных докладах государства по соблюдению соответствующих международных договоров на это решение. Но мы что намерены сделать? Мы намерены, вы, наверное, ознакомились с дорожной картой, я очень коротко буду на ней останавливаться, потому что постараюсь в ближайшие 10 минут завершить свою речь. Но все-таки, пользуясь возможностью, скажу, что мы намерены информировать комитет по правам человека о том, какие меры были приняты государством. В частности, меры, которые полностью противоречат тем рекомендациям, сформулированным в решении комитета по делу Жаслана Сулейминова. Здесь нужно понимать о том, что негуманное обращение с заключенными, как и пытки, как и жестокое, унижающее, бесчеловечное достоинство обращения наказания, оно запрещено. Прежде всего, оно запрещено помимо пакта еще и специальным договором, который ратифицирован Казахстаном. Это конвенция, которая запрещает все виды плохого обращения. Но до сих пор у нас в стране есть проблема с тем, что не криминализированы вот эти плохие, другие виды плохого обращения. Это жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращения наказания. То есть, у Казахстана есть обязательство, но пока оно не выполнено. Пока не будет криминализировано вот это негуманное обращение с заключенными, у нас будут продолжаться жалобы на пытки. Поймите, пожалуйста, да. Так же, как и в деле Джаки Шаба Мухтара, здесь указано на отсутствие доступа к медицинской помощи. Но в отличие от других дел, в данном решении нужно сказать, что указано на отсутствие пандусов. Посмотрите, что у нас имеется. У нас имеется достаточное законодательство, если мы говорим об уголовно-исполнительном кодексе. Там тоже указывается на то, чтобы эти пандусы были. Однако в реальности их вот, ну, вот на сейчас, их буквально просто нет в некоторых учреждениях. Если они есть, то по ним невозможно просто передвигаться. То есть важно, чтобы они были в рабочем состоянии, так, чтобы инвалид-колясочник мог воспользоваться этим пандусом, а не убиться с него. Кроме того, одиночное содержание, по сути, своей, оно представляет собой плохое обращение. И длительное, более 15 суток, вот мы знаем, что у нас есть в ПЛС такие случаи, да, в колонии, где отбывают пожизненно лишенные свободы лица, где буквально годами люди могут задержаться в этом одиночном заключении. Это тоже очень серьезное внимание привлекает со стороны комитета ФОН. Кроме того, когда мы говорим о предоставлении жертв и пыток компенсации, то здесь должна речь стоять о таком новом сравнительном документе, речи вестись от 2005 года под названием «Основные принципы и руководящие положения ООН, касающиеся права на правовую защиту». То есть мы с вами всегда обычно забываем внутри страны, что реально человек будет защищен, когда его права будут восстановлены. К примеру, о чем я говорю? Сейчас даже если, например, мы ведем с адвокатами дискуссию, пожалуйста, подайте такую жалобу, ну, скажем, предметом иска может быть признание правонарушенным. На самом деле адвокаты говорят, нет, мы не будем этого делать. Вопрос, почему? Обоснование простое. Мы не хотим лишиться лицензии адвоката. То есть посмотрите, если в практике у нас такого нет, и адвокат опасается, что если он подаст такой иск с таким предметом и требованием, как, например, признать нарушенным то или иное право, это значит, что будет поставлен вопрос о лишении его лицензии. Вот до чего мы докатились. Простите, а как же тогда вот эти все минимальные гарантии? То есть мы сейчас говорим о том, что у нас элементарно в Казахстане нет возможности сформулировать иск таким образом, признать нарушенным то или иное право. А на самом деле есть две формы лица, которые являются жертвой. Первое – это тогда, когда человек является потерпевшим, и у него есть вот этот процессуальный статус. И второе – тогда, когда у человека еще нет постановления о признании его потерпевшим, но он уже является жертвой, чьи права нарушены. И на этот счет есть также декларация ООН о защите жертв злоупотреблений власти, которая прямо дает определение вот этих двух терминов. И здесь очень важно понимать, что наше законодательство и практика требуют скорейшего изменения, причем в сторону соблюдения вот этих гарантий прав человека, в сторону соблюдения нашей же Конституции. Итак, чем отличается еще вот это дело от других? Это тем, что комитетом по правам человека было указано на запрет любых санкций, репрессий, запугивания или иных незаконных действий в отношении лица за сотрудничество с органом, который занимается предупреждением пыток и защитой прав человека. О чем я говорю? Помимо дела Герасимова, где государство оказывало давление на заявителя, в деле Жаслана Сулейменова он не сказал, видимо, может быть, волновался о том, что к нему применялось давление, когда он находился в заключении, отбывал наказание. Со стороны представителей власти от него требовали на видео сделать запись и дать заявление о том, что, первое, он отказывается от своей религии, то есть от своего вероисповедания, и второе, что он отказывается от тех претензий, которые предъявлены в жалобе в Комитет ООН по правам человека, ко мной, как его представителям. И поэтому, когда мы довели это до сведения Комитета ООН по правам человека, было четко сказано, что приняты меры, направленные к письму государству, нота или, как хотите, запрос, о том, чтобы всякое давление было исключено. Поэтому, когда мы и ведем речь о том, что человек подвергается действительно принуждению и давлению, то это происходит не только внутри страны, а уже еще и тогда, когда он обратился в международные договорные органы ООН. Причем не только сама жертва или заявитель, но еще и представитель, потому что нужно сказать о том, что представитель никак не должен быть ассоциирован со своим доверителем. Поэтому здесь важно осуществлять защиту еще и представителей и предусмотреть гарантии соответствующей законодательности. Те, кто был на предыдущих рабочих встречах, я сразу замечу, что некоторые предложения будут повторяться, потому что гарантии права на свободу от пыток, права заключенных на гуманное обращение, они одинаковые, и они повторяются из одного дела в другое. Сразу скажу, что целый блок по предложениям в законодательство, он будет повторяться, потому что он был сформулирован по делу Явлова сначала, затем Тиана, то есть те карты дорожные, которые готовила я. Общее из этого, и, наверное, более важное, это дополнение Конституции правом обращения человека в международные органы по защите прав человека. Это можно сделать статью 13 или 75, пожалуйста. Кроме всего прочего, я предлагаю принять указ президента о процедурах исполнения решений договорных органов ООН, потому что по сей день мы не имеем никаких новостей относительно мер, которые уже мы обсуждаем, ну, практически 9 месяцев, наверное, да, это с декабря 2019 года, с первой встречи, с момента первой рабочей встречи. И на сегодняшний момент очень важно, чтобы хотя бы какие-то подвижки, первые шаги государство уже начало предпринимать. Все-таки потому, что одна из целей таких дорожных карт – это принятие государством мер по исполнению решений комитетов. И если будет установлен указом главы государства соответствующий орган и процедура исполнения таких решений, на наш взгляд проблема будет, ну, наполовину, по крайней мере, решена, потому что будут четкие действия, четкие инструкции и к тому, как должны происходить вот эти, исполнение этих решений. Кроме того, целый блок рекомендаций, предложений я сформулировала относительно Уголовного кодекса. В первую очередь, помимо квалифицированного состава с специальным субъектом пыток в статью 146, пункт 4, я предлагаю в пределах наказания изменить минимально установить 10 лет лишения свободы, максимальное 20 лет лишения свободы и криминализировать унижающее жестокое бесчеловечное обращение, запретить условно-досрочное освобождение тем, кто осужден за пытки, внести в Уголовный кодекс статью 72, часть 8, изменения соответствующие, криминализировать незаконные действия в связи с осуществлением досудебного производства по уголовному делу. В частности, меня волнует следующее. Если мы говорим, что в Акмолинской области, к примеру, в 2019 году поступило 100 заявлений о пытках и все они были прекращены, при этом на вопрос, были ли назначены какие-то экспертизы, прокуроры и антикоррупционная служба отвечают, нет, не были, то, простите, кто является специалистом для того, чтобы определить, причинены ли человеку страдания или нет? Я отвечу, что ни следователь, ни прокурор не являются такими специалистами. И в отсутствии назначенной экспертизы, как минимум, привлечения специалиста-психолога, никто не может, и самой жертвой заявителя, предполагаемой жертвой, никто не может и не имеет права, в противном случае это превышение власти, злоупотребление полномочий, потому что прекращать дело без надлежащего расследования государство не вправе. И если мы говорим о таких цифрах, что только в одной области, представьте, 100 прекращенных дел без назначенных экспертиз, и никто не вправе сказать, есть ли хотя бы объективная сторона, причиненные страдания, то это может сделать только психолог и только сам представитель, поэтому мы должны сделать здесь четкий вывод. Нужно срочно менять подходы, нужно срочно менять законодательство, и если это допускается, то есть незаконное прекращение уголовного дела, невыполнение процессуальных действий, которые предусмотрены в УПК, то это следует криминализировать. На наш взгляд, только уголовная ответственность поможет все-таки бороться с этим злом. Далее, у нас есть, конечно, подведомственные внутренние ДСБ, некоторые даже приказы под законные акты. В этом случае я предлагаю приказ генерального прокурора и нормативное постановление Верховного суда, которое оба касаются рассмотрения сообщений, расследования сообщений о пытках, дополнить разъяснением стандартов минимальных, потому что если практикующие юристы не будут знать эти минимальные стандарты, они никогда их не исполняют. Поэтому очень важно, чтобы просто они трансформировались в наши хотя бы подзаконные акты. В УПК и КОАП я предлагаю включить запрет исполнять незаконный приказ начальника, потому что что мы сейчас видим? Повальная безответственность, все спирают на руководителей. Но, простите, не всякий руководитель, он и один руководитель только, а вот сотрудников их, ну, не знаю, наверное, тысячи, да? Один руководитель, например, Министерства внутренних дел, он не может за каждого нести ответственность. Поэтому очень важно, чтобы ответственность была персонализирована. И чтобы вот этот запрет исполнять незаконный приказ начальника, он все-таки, первое, нужно понимать, чтобы донести, он не может служить оправданием пыток и других незаконных методов и плохих видов плохого обращения. И второе, следует запретить это, потому что если все-таки прекращается производство обоснованием, например, показанием лишь одних сотрудников полиции, то что мы видим? Мы видим, что человек остается один на один против государственной машины. А прежде всего, государственные правоохранительные органы должны иметь задачу в защиту прав человека, в особенности свободы от пыток, потому что она никогда, ни при каких условиях не может ограничиваться. И я предлагаю 271-ю, 208-ю статью ОПК внести соответствующие изменения. Оставить подследственность по расследованию сообщений о пытках строго за прокурорами. Имплементировать пункт 86 Стамбульского протокола предлагаю. Почему? Потому что права потерпевшего, которые имеются в статье 71 УПК, они не создают условия для нормального расследования, для пользования потерпевшими своими правами. Во-первых, потому что они не позволяют иметь нормальное право на возмещение, на эффективные средства правовой защиты, на реституцию, справедливую и адекватную компенсацию, на восстановление, на реабилитацию, на удовлетворение гарантии неповторения нарушений. И вот что самое важное, посмотрите, когда мы инвалида заключаем в условия содержания под стражей, когда он лишен свободы, что происходит? Он даже, который не передвигается человек, не может свои базовые потребности, естественные, отправлять, потому что нет за ним надлежащего ухода. Спросите заключенных, они вам скажут. Я имею опыт печальный уже, ну сколько, с 2004 года, 15 лет, да, мониторинга, значит, общественного мониторинга или контроля в учреждениях закрытого типа. И любой заключенный скажет, что они выносят на руках из банного помещения этого заключенного, который не передвигается самостоятельно, для того, чтобы он помылся, там, в туалет, что-то еще сделать, покушать. У Жеслана были даже такие жалобы, когда он обнаружил, вернее, санитар ему сказал, под кроватью однажды мешок с открытой хлоркой. Или когда ему принесли кашу, он поднимает хлеб, там эта каша намазана, извините, соплями. Или когда открыли форточку окна зимой в Степногорске, когда он отбывал наказание в виде лишения свободы, и никто его не смог закрыть. Ну, в смысле, он сам не может подняться, а на его просьбы никто не отвечал, ушли на обед. Или когда он хотел пообедать, а его обед, еда была в холодильнике. То есть обо всех этих, значит, моментах мы сообщали о нарушениях его прав. И я все-таки считаю, что если человек заключенный инвалид, и государство его лишило свободы, то здесь важно понимать, что государство обязано обеспечить все права ему, потому что он лишен только свободы. Здесь хочу обратить внимание, например, на Институт парламентского контроля, по примеру, Нидерландов, и предлагаю принять закон о предупреждении пыток жестокого обращения с тем, чтобы в нем были закреплены превентивные меры, реабилитационные процедуры, и введен был государственный стандарт, а также обязанность у полномочного органа довести решение Комитета ООН до парламента, потому что законодательная власть должна тоже нести ответственность, так же, как судебная, так же, как исполнительная. Если парламент не примет закон, соответственно, никак ситуация не может поменяться. Судьи будут применять только то, что им гласит закон. Исполнительная власть будет следовать должна тоже только закону. Поэтому здесь я считаю все-таки, главная ответственность должна быть на парламенте. Кроме того, разработать, утвердить, применять инструкцию по работе с жертвами пыток на всех стадиях уголовного, гражданского, административного процесса, она должна быть такая инструкция достаточно полезной, как для судей, так и для прокуроров и расследователей, а также специалистов, врачей, психологов с контактами неправительственных организаций, включая полную реабилитацию, потому что мы сейчас видим массу заявлений о пытках, массу жертв пыток, и в итоге то, что эти все люди не восстановлены в правах. Процедуры, говорит, минимальный стандарт не должны быть оприменительными. На жертву не должны возлагаться какое-либо финансовое бремя, которое бы препятствовало, мешало обратиться за возмещением. В данном случае вы услышали то, что сказал Жаслан Сулейменов. Он не просто потерял веру, он надеется до сих пор, но вопрос в другом. Он говорит о системных вопросах, он говорит о невозможности жертве пыток защитить свои права. И это не первое такое заявление, поэтому здесь я предлагаю все-таки выносить подлежащее обязательному исполнению окончательное решение для гарантированного получения жертвы пыток возмещения, включая адекватную компенсацию, реабилитацию. Пример Литвы вам всем знаком. В феврале мы привозили эксперта, приглашали из Литвы, из Минюста, которая сообщала, как происходит компенсация в Литве. Ну, к примеру, человек сам обращается с иском суд, как Жаслан Сулейменов, но также это мог бы делать прокурор. Поэтому мое предложение еще, что, пожалуйста, как вариант альтернативный прокурор мог бы осуществлять такую функцию. Или другая альтернатива, как, например, в Аргентине. Там функционирует специальный литражный суд, который определяет размер и порядок вот этой компенсации. Ну, достаточно много разных предложений есть. Единственное, что я хочу сказать, что здесь однозначно Жаслан Сулейменов должен быть признан жертвой пыток, потерпевшим по делу пытка. Мы требуем провести расследование, мы требуем принятия системных мер. Все меры очень подробно описаны. Моя дорожная карта в сокращенном виде – это 57 страниц предложений. За каждым из органов, в том числе КНБ, прокуратурой, уполномоченным по правам человека, стоит серьезная задача. И парламент в том числе. И все-таки, если эта дорожная карта хотя бы отчасти не будет как-то реализована, поверьте, пожалуйста, что это не просто откат большой назад. Это период стагнации и никаких демократических реформ. На примере дел о пытках это очень хорошо можно проследить. И простыми индикаторами является следующее – есть или нет компенсация. Первый вопрос. Второй вопрос. В итоге, в результате расследования, то есть показать, насколько способно государство расследовать и преследовать виновных. Но эти две функции никчемные остаются, если только в итоге виновные не понесут наказание. Поэтому второе требование – все-таки обеспечить расследование так, чтобы виновные в пытках понесли наказание. Третий момент. Я сейчас говорю о мерах специального характера, когда все-таки важно обеспечивать эффективные средства правовой защиты. Помимо возмещения, помимо расследования и преследования, и наказания виновных, еще и вот эти все пять форм возмещения. То есть и реституция, и сатисфакция, и так далее. И, как правило, если даже наш закон хорош, то мы говорим, что все становится плохо, как только дело доходит до подзаконных актов. Потому что нет инструкций, нет четких указаний того, как это нужно использовать или применять. Например, допустим, если в отношении полиции и прокуратуры все понятно, то есть это четко, да, инструкция или какой-то другой подзаконный акт, то в отношении Верховного суда или в целом судебной системы следует о том говорить. Допустим, получена судом жалоба заключенного, прописано в УПК, какие виды действий принимает судья. Но дальше, после этого, после того, как суд, если сочтет необходимым, направит прокурор для расследования, действия судей не прописаны, дальше одни вопросы. И прокурор не знает, что ему делать потом, и судья не знает. То есть ничего для судей никаких обязательств, то время как комитет по правам человека именно на суд возлагает обязанность проследить и проверить, были ли пытки и принять меры судебного контроля, принять четкие меры к тому, чтобы защитить жертву. На этом я завершу. Спасибо.